Когда народ Ибрахима хотели сжечь Ибрахима, да, и кинули его в огонь, то есть хотели его сжечь, когда кинули его. И это было знамением для пророка Ибрахима, то что Всевышний Аллах спас его, спас его от этого огня. И это было знамением со стороны Всевышнего Аллаха в его правдивости. Несмотря на то, что люди увидели это великое знамение, никто не уверовал. Никто не уверовал, кроме лишь Лута, Лута, он уверовал, и он является братом отца, сыном брата Ибрахима, то есть Ибрахима его дядя, дядя Лута. Также из числа уверовавших была Сара, то есть супруга Ибрахима. Лут, алейхиссалату вассалам, был отправлен в качестве пророка для жителей местности Садум, то есть Садум, не Садум, это деревня. И они совершали такую мерзость, вот такое преступление, которое до них никто такой грех не совершал. То есть они были самыми первыми, кто попадал в такой грех, и, соответственно, вплоть до судного дня, кто занимается этой мерзостью, то есть все их грехи будут записываться им. И невозможно найти в Куране, что Всевышний Аллах настолько сильно порицает, настолько сильно порицает какой-то народ, кроме, вот как он порицает, Всевышний Аллах порицает народ Лута, алейхиссалам. И вместе с тем, что они сами попадали в такой грех, они, более того, наоборот, Лут, алейхиссалам, его обвиняли в том, что он хочет очиститься. То, что он хочет чистоту, да, это указание на то, что у них понятия перевернулись, то есть было такое положение, что добро и зло у них сменилось.